Добрый вечер, дорогие друзья! У нас сегодня опять занятие по рисунку. Раду вас приветствовать на нашем канале. Сегодня мы продолжаем построение шестигранной пирамиды, потому что до этого была шестигранная призма. Добро пожаловать! Ну, начнем мы, конечно, с наброска предмета. Будем делать его примерно в натуральную величину. И между ними, чтобы было такое расстояние, чтобы это было не очень крупно, не очень мелко. Где-то вот, если упрощенно, в простую геометрическую форму, это будет у нас просто такой треугольничек. Это пока просто, мы его намечаем. Без построения. Что дальше? Дальше у нас, мы знаем, на примере вот этого предмета, что здесь есть шесть ребер. В данном случае, когда находится предмет вертикально, у нас закрытой плоскостью стола, то есть стоит, это основание шестигранное, оно находится на горизонтальной поверхности. Мы видим только три ребра из шести. Соответственно, нам нужно построить полное основание из шести ребер с перспективой, для того, чтобы найти середину осевую, потому что предмет симметричен, провести вертикаль, и потом уже подтянуть непосредственно ребра предметов. Ну, вот давайте начнем, наверное, с наклона. Так как я пока пропорции предмета задала, начну с наклона, дальше мы это дело все померяем. Значит, первое ребро у меня находится вот под таким небольшим наклоном. Второе ребро находится вот таким наклоном. Наклончики мы берем с натуры, соответственно. И сейчас мы померяем пропорции предмета. Будем уточнять. Напомни, пожалуйста, как берется наклон уходящей плоскости для новых подписчиков. Ну, это перспективное сокращение. Наверное, стоит нам отдельно снять видео про то, как мы берем наклоны и меряем пропорции. Потому что все эти вещи происходят у нас непосредственно в плоскости наших глаз. То есть, когда мы протягиваем ручку, вытягиваем вперед, то мы, так как у нас двухмерный лист, мы, когда берем наклоны с натуры, мы не можем вот карандашом вертеть вот так вот в разные стороны. То есть, куда наши глаза посмотрят прямо перед листом, то, соответственно, также прямо мы берем наклоны, держа себя под макоточек. Глаз один закрыли. Поднесли карандаш к наклону предмета. Повернулись, посмотрели сквозь карандаш. Уточнили линию. Давайте также все остальные линии тоже посмотрим. Но здесь у меня в данном случае получается предмет немножечко пошире, потому что не хочу его делать очень мелким. Теперь мы померяем пропорции. Если наклончики мы берем близко к глазу, в плоскости, опять же, своих глаз, не протыкая пространство в разные стороны, то меряем мы полностью в локте, вытянув руку, но, опять же, в плоскости своих глаз, то есть, прямо перед своими глазами, на расстоянии полностью в локте вытянутой руки. Ну, вот у меня пропорция, сейчас я буду уточнять, но приблизительно это будет 1,2. Теперь я померю по горизонтали, да, пока мы разговаривали. Я провела осевую середину, я взяла наклон от этой точки до этой. Сейчас мы померяем эту пропорцию. Должны у меня получиться 1,2,3. Это примерно будет здесь. Сейчас мы уточним еще раз наклончик. Так, точки совпадают. Мы проводим линию сюда. Уточняем линию эту. Дальше, самое интересное, мы проверим себя межточечными наклонами. Я пока вот эту макушку вытру, потому что она мне, в принципе, сейчас не нужна. Она все равно у нас уже будет со смещением, потому что я сделала предмет немножко крупнее. Планируем мы эскизы, но в этом нет ничего страшного. Это должно зависеть от того, хватает ли у вас пространства и компоновка в формате вашего предмета. Теперь мы для уточнения вот этих наклонов и плоскостей будем брать межточечный наклон отсюда сюда. Потому что эти точки и эти ребра нам очень хорошо видны. Вот, они у меня совпадают. Я провожу между ними наклонную линию. Уточняю наклон между этой точкой и вот этой. С натурой опять же. Переворачиваюсь, смотрю сквозь карандаш. Если у меня эти точки соединяются, значит я провожу линию, соединяющую их. Если не соединяются, значит где-то неправильные, у меня где-то неправильные взяты наклоны. Но пока вроде все соединяется. Теперь что мы знаем? Если у нас шестигранная пирамида, у нас есть три ребра спереди и, соответственно, невидимых три ребра сзади. По перспективе мы знаем, что ближе больше, дальше меньше. Я беру вот это расстояние до центра, но пока очень условно, и переношу его сюда. Вот это будет одинаковое расстояние. Но мы знаем, что у нас должна быть здесь перспектива. То есть от начала предмета до центра должно быть чуть больше. Соответственно, я просто пока условно подрезаю вот эту перспективу по горизонтальной плоскости. Отмечаю себе центр. То есть вот здесь вот этот симметричный предмет. И у нас должен быть центр находиться точно в серединке. Так. Намечаю дальнее ребро, которое мы не видим. Пока немножко делаю их слегка параллельно. Потому что здесь не шибко сильно развернутый угол. Здесь перспектива сокращения будет очень маленькая. Но зато вот между вот этой линией и вот этим ребром должно быть более-менее такая, ну, видимая перспектива. Также между вот этим ребром и невидимым вот этим ребром. То есть перспектива в ту сторону от нас. Теперь мы сейчас все это уточним. Наверное, может быть, здесь будет сейчас... Ну, сейчас посмотрим. Может быть, чуть побольше. Так. Что у нас получается? Примерно у нас будут вот такие ребра. Нам очень важно, чтобы каждая из ближайших ребер, вот особенно вот эта с этим, были больше, чем дальние. Посмотрим. Здесь у нас получилась очень большая перспектива. Даже я бы сказала гиперперспектива. Мы ее немножко сделаем. Ребро не очень маленькое, чуть побольше мы сделаем. Подтемляем лишние линии. Смотрим. Ближайшее ребро. Дальнее. Вот. Ну, примерно разница в 5 где-то миллиметров. Теперь это ребро и как бы его невидимая часть, идущая в том же направлении, с перспективой. То есть здесь, ну, будет примерно вот так. Теперь вот это ребро и, соответственно, вот это ребро. Здесь мы сейчас добавим небольшую перспективу. Смотрим расстояние. Здесь оно у нас небольшая совсем перспектива есть. Теперь мы точно так же, как и спереди, от середины проводим линии через вершину. То есть вот эти вот точки. Крайние границы предмета. Мы между ними проводим через вершину. Вот эти линии. Смотрим перспективу, уходящую от нас. От нас в ту сторону, от нас в ту сторону. Соединяем так же здесь, так же соединяем здесь. Вот. Получилось у нас что? Как бы два треугольника, если посмотреть по вершину. Здесь и здесь. Вот здесь я забыла провести линию. Вот этот еще один треугольник будет. Или звезда шестиконечная с вершинами раз, два, три, четыре, пять, шесть, лежащая на плоскости в ракурсе. Аккуратно подтираем пока все вот эти перспективные построения линии, потому что сейчас они нам уже не нужны. Мы посмотрели, что у нас есть уходящие от нас перспективы в ту сторону, в ту сторону, в ту сторону. И что теперь нам нужно сделать? Нам нужно вывести осевую, центр нашего предмета точно. Для этого можно так же провести себе серединку. Вот так. И найти центр предмета. Так как он у нас симметричный, у нас должна быть осевая средняя линия обязательно. Вот здесь у меня находится середина предмета. Что мы знаем? Что предмет, наша шестигранная пирамида, стоит на горизонтальной поверхности четко. Поэтому за вертикаль я буду брать край листа. Потому что здесь хорошо отрезан угол, угол 90 градусов. Знаем, что у нас центр находится в центре. По перспективе от начала, от ближнего края до центра больше, до конца видео меньше. Знаем, что у нас предмет находится четко на горизонтальной поверхности, поэтому его осевая средняя линия будет абсолютно вертикальна. Мы намечаем ее, эту вертикальную линию. Ориентируясь на край листа. То есть вот у меня, так как я уже говорила, у бумаги отрезан четко под 45 градусов, я, соответственно, не мучаясь беру, параллельно ему провожу... Под 90. Да, провожу вот эту линию, чтобы у меня была четкая вертикаль. Так, и наметим ее попрямее, и подотрем линию чуть потоньше. Пока, потом сделаем поярче. Осталось дело за малым, померить пропорции. То есть здесь мы все померили, мы знаем, что я увеличила 1,1,3. Значит, я померю ребро, например, вот это, до вершины. И, соответственно, отложу его, это же расстояние, 1 и 1,3 от целого метра. 1, 1 раз и 1,3. То есть вот от этого расстояния это будет 1,3 примерно. Да, вот примерно будет. Здесь вершина предмета. Теперь мы смотрим. Наклончик можно взять также до вершины от первого ребра. Вот я смотрю, соединяются ли у меня они. Немножечко ли соединяются я, потому что, наверное, чуть поправлю еще осевую среднюю линию. Чуть ее еще выпрямлю. И еще раз посмотрю наклон. Вот здесь у меня вершина. Посмотрю наклон ребра от этой точки до этой точки. Смотрю сквозь карандаш, соединяются ли, да. Теперь они соединяются. Пока аккуратнее мы намечаем эту линию. Некоторые педагоги советуют проводить сразу прямые линии от руки. Четко прямые. Но, к сожалению, на практике это у нас не всегда хорошо получается, если, конечно, вы не робот. Потому что, если короткая линия, да, короткую линию от руки можно провести прямую. Если линия довольно-таки длинная, то это уже становится проблематичным. Потому что, еще раз говорю, что человек не робот. И какие-то искажения в процессе рисования прямой линии, они обязательно будут. Поэтому рекомендую линию просто намечать сначала, потом уточнять и выпрямлять. Как бы такими длинными, скажем, штрихами. Уточнить проще. Подтереть. Найти более-менее прямой наклон. И уже потом в соответствии с этим уточнить. Потому что, ну, попробуйте провести прямую линию от руки, например, не отрываясь, скажем, размером, ну, даже не метр, а хотя бы 50 сантиметров. Я думаю, что это будет очень проблематично. Поэтому мы ее просто намечаем и уточняем. Подтягиваем ребра от построенной плоскости к вершине. Ну, и наоборот, что в данном случае делаю я, я от вершины подтягиваю ребра к построенным плоскостям, к ее граням. Проверяя наклоны, соответственно, с натурой. Чтобы у меня все совпадало так, как есть на самом деле. Вот. Это то, что я вижу с натуры. И осевая предмета серединочкой. Теперь осталось просто подтянуть два невидимых ребра. И на этом построенье у нас будет закончено. Можно для красоты себе сделать линейный объем, показав этим, как бы, какие плоскости или какие ребра предмета были к нам ближе всего. То есть вот таким вот движением, следя за карандашом, от точки до точки, я намечаю. Пусть она будет жирненькая, ну, она легенькая. Потом мы ее подотрем, эту линию. И мы ее потом уточним и сделаем потоньше. Вот, подкинуть такими линиями. Теперь уточняем потемнее контур сам предмета, самого. Передние ребра видимые к нам. Намечаю вот как бы такими штрихами, штрих в штрих. Если рука дрогнула, там что-то пошло не так, вы сбили линию прямую, ничего страшного, у вас для этого есть пластик. Все совершенно спокойно. Можно сделать потоньше, подтереть или перерисовать, в конце концов. Ну да, особенно начинающим художникам, но это нереально провести. Нет, ну я много, я видела некоторые мастер-классы, где рекомендуют братья проводить прямую линию от руки. И я говорю, что короткую, вероятно, провести от руки, даже можно тренировать руку. Но попробуйте просто вот ради интереса провести на бумаге прямую линию от руки, не отрывая руку, например, длиной 50 сантиметров. Без разницы, в каком наклоне, мне кажется, что у вас это не получится. Однозначно, потому что я говорю, что человек не робот, мы не машины, мы как бы, да, все-таки у нас движения, они настолько прям вот так вот точны, чтобы сразу сделать прямую от руки, как будто она у нас начерчена по линейке. Ну и небольшой линейный объем добавляем сюда ребер. И на этом построение шестигранной пирамиды конусообразной будем считать законченным. Итак, мы с вами закончили построение шестигранной призмы и шестигранной пирамиды. Видео на канале. Ставьте нам пальчик вверх, подписывайтесь на канал. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!